В Суммах жители города не позволили провести кулуарные общественные слушания о повышении тарифов на тепло и горячую воду. Сумма Теплоэнерго уже в третий раз пытается формально провести обсуждение и на 50% увеличить расценки. Но не тут-то было. Чем закончилось собрание, знает Светлана Шекера. В Суммах несколько сотен жителей пришли на открытые общественные слушания, чтобы не допустить повышения тарифов в городе. За полчаса до начала заседания в коридорах администрации не протолкнуться. Люди возмущены новыми тарифами от Суммы Теплоэнерго. Горячая вода по 80 гривен за куб, отопление по 50 гривен за квадратный метр. У нас двух горячей воды 80 гривен. То есть я должен не купаться, должен свиньей быть. Пришел в резину, сел за стол. Такая плохая организация мероприятия неспроста, уверены люди. Дескать, из-за таких невыносимых условий горожане быстрее разойдутся, а коммунальщики продавят свои тарифы. Ну что, подвал, вы знаете, там краще, прохладнейше. Сына зло народу, слуги. И когда зал все же открыли, в ход пошли кулаки. Ты что, я тебе сказал, честные слова. Не срывайтесь, ты что? На прекратите меня. Представители Суммы Теплоэнерго уже в зале. Треть мест заняли их сотрудники. Люди из президиума в общем шуме пытаются зачитывать свои отчеты. Но активисты не дают тепловикам провести заседание, чтобы потом на основе фейковых протоколов утвердить тарифы. Голоса коммунальщиков утонули в общем шуме. Под крики «гоньба» представители Суммы Теплоэнерго покинули зал. Общественные активисты рассказывают людям о фактах коррупции со стороны поставщиков тепла. За предыдущие периоды Теплоэнерго в составе тарифа уже получила от людей деньги на реализацию инвестиционной программы. Но эта инвестиционная программа никогда за последние несколько лет на 100% не выполнялась. Если 26 километров должны были они делать реконструкции в Теплоэнерго, то один километр делать. Это воры и бандиты. В итоге полторы сотни горожан единогласно проголосовали. Общественные слушания считать недействительными и провести их позже. Считаем, что расчеты, которые подали Суммы Теплоэнерго, они экономически не обоснованы, не имеют под собой никаких обоснований. И будем бороться и защищать сумчан от тарифного геноцида. В прошлом отопительном сезоне в Сумах жители города платили потери 26%. Вообще невиданные. То есть там как минимум 15% монополист вместе с городской властью воруют сумчан. По закону без общественных слушаний повышать расценки власти права не имеют. А пока счетами от Суммы Теплоэнерго займется прокуратура. Там уже инициировали иски по перерасчету тарифов в сторону уменьшения. Светлана Шекер, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерсумы. Светлана Шекер, Александр Яновский.